Миллион приключений Миллион приключений очень удачная книга Кира Балачёва об Алисе и её друзьях. Она прямое продолжение заграничной принцессы, но на этот раз интрига закручена просто великолепно, и кроме того отлично показана прекрасная далёко. Но от того, что эта прекрасная далёко показана не на Земле, а на курортной планете Пенелопа, на которой Алиса и её друзья отдыхают на летних каникулах, повесть не только не проигрывает, а наоборот только выигрывает. Мне она попалась в подростковом возрасте, и я очень обрадовался тому, что интересные книги об Алисе ещё не иссякли. Вот как выглядит одна из обложек этой книги. А вот как она выглядит в полном размере. Очень интересная деталь и весьма нехарактерная для Балачёва, что в этой повести есть пусть и не роковая женщина, но красавица, биолог Светлана, которая, видимо, сыграла роль королевы Изабеллы в заграничной принцессе. И в книге описана её несчастная любовь. При этом, как уже сказал, интрига закручена просто великолепно. Хотя и невооружённым глазом видно, что в этой повести Балачёва очень много заимствовало за рассказы. Рэй Брэдбери, здесь могут водиться тигры. Планета Пенелопа оказалась самоорганизующейся системой. Живой и разумной планетой. Такой же точно, как в рассказе Рэй Брэдбери. Хотя в этом, впрочем, в фантастике вообще нет ничего удивительного. В фантастике очень много описано самоорганизующихся систем. Я уже не раз говорил об этом. Самую большую известность в массовой культуре получились две самоорганизующиеся системы, возникшие по естественным причинам. Океан на планете Солярис у Станислава Лема. И Эйва в фильме «Аватар». А также самоорганизующая система, созданная людьми. В эпопее «Вачевский матрица». Уделил этому внимание и Сергей Лукьянин, кого отзывов на к ней, которого я уже сделал немало. Я тоже уже говорил, что его сумрак – это самоорганизующая система. Также у него есть ещё одна самоорганизующая система в городе Ной – Санкт-Петербург. Но у Балачёва введение такого персонажа позволило очень повысить увлекательность интриги. Планета Пенелопа, наверное, самое прекрасное, самое лучшее и, скажем так, самое ласковое место во всей обозримой Вселенной. И она кажется, а потом, как выясняется, и не кажется. Делает всё для людей. И вдруг всё меняется. И меняется практически мгновенно. На планете начинает портиться климат. Вдруг от кого-то появляются опасные хищники. И она на глазах из рая превращается в от. Люди ничего не понимают, пока Алиса и её одноклассники не встречаются с новым персонажем. Он сам себя называет Дикарь. И он представляется свободным путешественником по космосу. Он становится кумиром Пашки Гераскина. Кроме того, в него влюбляется Светлана. Все они тогда не подозревают, что перед ними мерзавец. Дальше выясняется, что Дикарь – космический пират. И он ведёт себя на планете как хищник. И именно из-за него, точнее из-за его хищнического поведения, планета и восстаёт против людей. А сама организующая система – это колоссальнейшая сила. Но кто смотрел тот же фильм «Матрица», думаю, понимает, о чём я говорю. И все люди на планете оказываются в смертельной опасности. Вокруг чего, собственно, и закручены интрибы. На интригу, понятно, я не могу раскрывать. Одно могу сказать. Алисе и её друзьям пришлось пережить массу интереснейших приключений и в книге более чем достаточно. Неожиданных поворотов сюжета. В целом, как я уже сказал, думаю, что «Миллион приключений» одна из лучших повестей об Алисе и её друзьях. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите, они конечно же так.